Здравствуйте, участники Школы волонтёров наследия от имени Национальной библиотеки Республики Сахаев-Путе, одного из отризаторов школы. Приветствуем вас, и нас ждут несколько замечательных дней, очень полезных, очень интересных, и надеюсь, вам наши онлайн-лекции, какие-то практикумы очень понравятся. Ждём от вас обратной связи, все свои вопросы и пожелания можете написать нам в чат или в WhatsApp-друге. А сейчас я хотела бы предоставить слово человеку, без которого не было бы сегодняшней школы, Руслану Васильевичу Васильеву, председателю, ответственному секретарю Якутского регионального отделения Церковского общества охраны памятников, Руслану Васильевичу. Александр Васильевич, мы вас видим. Включите, пожалуйста, микрофон. Так, меня слышно, да? Слышно меня? Да, вас слышно и очень хорошо видно. Как меня слышно? Слышно, да? А, ну хорошо. Всё, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем второй этап нашего проекта «Сорона Малунфест» и начинаем школу волонтёров наследия. Это продолжается наша работа. И, как вы помните, летом мы провели наше мероприятие «Волонтёрский лагерь» Серкёвского музея политической ссылки, во время которого мы полностью восстановили юрту «Балаган» полицейного Трощанского и убирали территорию на территории Серкёвского музея. Ну, а сейчас начинается цикл лекций. Это у нас проходит в рамках проекта «Волонтёры культуры», федерального национального проекта «Культура». И мы вам предложим лекции, это, например, рассчитан 14 часов, где вы узнаете о археологии, об истории, об архитектуре. И потом выступят наши товарищи и партнёры из Москвы. Это именно по основам волонтёрского движения по реставрации объектов культурного наследия. И, конечно же, часов шесть будет посвящено у нас именно реставрационному делу, восстановлению объектов деревянного зодчества. Поэтому, я думаю, будет интересно. И по итогам мы вам всем вручим сертификаты, подписанные Артёмом Демидовым. Это председателем Центрального совета ВАИПИ. Ну, а сегодня у нас начинаются лекции, это по археологии. Потому что отчего, откуда мы находим наши раритеты, наши объекты деревянного зодчества. Конечно же, особенно в те времена, в далёком 17 веке или до 17 века, они всё находятся только в нашем культурном слое. И об этом нам расскажут наши друзья-археологи. Поэтому сейчас предоставляю слово Актерьянову Николаю Сергеевичу. Это археолог, наш партнёр, член ВАИПИ, кандидат в экстременте наук, руководитель музея археологии имени Теодосеева. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Для начала я хочу убедиться в том, что всем меня слышно и видно заглавие моей презентации. Всем ли она видна? Скажите, пожалуйста. Да, всё хорошо. Хорошо, тогда я приступлю. Значит, тема презентации археологии Якутии и вид археологических памятников – обзорная лекция. Поскольку наша лекция посвящена главным образом для волонтёров, я хочу ознакомить, с какими видами памятников на практике мы встречаемся именно у нас в Якутии и каково их значение для реконструкции древней истории. Значит, ну немножко такую вводную часть археологии. Дело в том, что археология как дисциплина, она представляет очень большую значимость, потому что изучает максимально широкий охват человеческой истории. И та письменная история, которая нам известна по документам, насчитывает всего 5000 лет в среднем. А вот что было до этих 5000 лет и как люди жили, адаптировались и развивались, на эти вопросы может рассказать только археология. Как наука, она относится в число фундаментальных наук, который занимается вопросами происхождения человека и человеческих сообществ. И без неё, конечно, на многие вопросы нельзя ответить. Ну, для того, чтобы вести в курс, я всё-таки хочу, чтобы каждый человек, помимо того, что у нас у каждого есть свои такие локальные задачи, личные, всё-таки все мы думаем о наиболее важных вещах. Вообще в науке существует три главных вопроса. Это вопрос происхождения Вселенной, собственно, как всё появилось. Это вопрос зарождения жизни и вопрос зарождения разума. Вот эти три ключевые фундаментальные вопросы, которые человечество старается решить на протяжении многих веков. И с каждой находкой, в том числе археологической, мы становимся немножко ближе к её разрешению. Значит, был такой крупнейший археолог Гордон Чайлд, британский, который написал, что археология произвела переворот в исторической науке, она расширила пространственный горизонт истории как телескоп для астрономии и увеличила перспективу в прошлое как микроскоп для биологии. Поэтому я хочу просто акцентировать внимание на важности и ценности археологических находок. Несмотря на то, что от далёкого прошлого остались только фрагменты остатки, но их значение значительно значительное, потому что только по ним можно восстановить вот ту древнюю историю, которая, собственно, привела нас к той современной цивилизации, в которой мы сейчас проживаем. На сегодняшний день на территории Якутии известно 1156 памятников археологии. Я хочу сразу уточниться, что эти данные постоянно обновляются. Вот, допустим, в этом полевом сезоне были открыты новые памятники археологии, но они пока не включены в реестр, соответственно, здесь они пока не учтены. Как показывает опыт проведения археологических работ, территория Якутии и вообще в целом Северо-Восточной Азии была заселена человеком с эпохи Палеолита по Средневековье и не было таких периодов в истории Якутии, чтобы человека здесь никогда не было. Конечно, в силу сложного климата, далеких расстояний, численность населения в Якутии была всегда небольшой. Ну, в частности, по данным долгих, был такой известный этнограф в советское время, он посчитал, что в среднем для 17 века средняя плотность населения составляла, вот сейчас скажу, один человек на 50 тысяч квадратных метров. Скорее всего, что для каменного века, для более ранних этапов истории эта плотность была примерно такой же или даже немного ниже. Но хочу еще раз подчеркнуть, не было таких периодов в истории Якутии, чтобы человек по каким-то причинам здесь не был. Именно потому, что в Якутии никогда не было покровного оледенения, то есть у нас никогда не стояли мощные ледники, которые бы мешали развитию жизни. Этому способствуют наши верхоянские горы, которые защищали нашу территорию. И по данным климатологов, средняя температура годовая, она была примерно такой же, той, в которой мы живем сегодня. И, конечно, понять, как наши предки жили и выживали вот в тех же климатических условиях, в которых сегодня мы с вами проживаем, без тех преимуществ, которые у нас сегодня есть, это вопрос не столько простой истории, сколько вопрос изучения возможностей человека, его адаптивных возможностей. Вот насколько человек может приспособиться к самым тяжелым условиям и не просто жить, но еще и созидать, создавать предметы искусства и думать о прогрессивном будущем. Немножко юридической информации. Археологические раскопки проводятся всегда на основании специального разрешения. Это разрешение называется «Открытый лист». Это документ, который выдается сегодня Министерством культуры Российской Федерации. Этот открытый лист могут получить только люди с высшим историческим образованием, которые имеют опыт проведения полевой деятельности как минимум в течение двух лет. Как правило, это основу составляют именно историки-археологии, которые работают на территории республики. Я хочу сразу подчеркнуть, что вот этот открытый лист – это основной документ, который разрешает проведение полевых работ. Раскопки без открытого листа преследуются по Кодексу административных правонарушений и по Уголовному кодексу статья 242, часть 1, часть 2. То есть это основной документ, по которому работают все археологи не только в Якутии, но и по всей России. Все раскопки, которые проводятся на территории Российской Федерации, регламентируются специальным положением о порядке проведения археологических полевых работ и составлению научной документации. Это положение периодически обновляется, вносятся коррективы, и это основной документ по основное методическое руководство, по которому работают все археологи. Ну и, конечно, я бы хотел обратить внимание на наш основной федеральный закон об объектах культурного наследия 73 ФЗ 25 июня 2002 года, в рамках которого происходит царегламентация, связанная с объектами культурного наследия в целом. Сами археологические работы, как виды, подразделяются на четыре категории. Это разведки, раскопки, спасательные работы и наблюдения. Ну, собственно, можно понять, да, то есть разведка проводится с целью поиска и обнаружения возможных объектов культурного наследия, раскопки проводятся непосредственно с целью их изучения этих объектов, а спасательные работы проводятся в случае, когда памятникам угрожает разрушение в ходе каких-то строительных работ или в силу каких-то естественных причин. И есть такая еще сравнительно молодая категория археологических работ, которая называется наблюдение, которое подразумевает, что если в пределах каких-то строительных работ рядом находится объект культурного наследия, то нужно проводить систематическое наблюдение за этим памятником, чтобы в случае чего он не подвергся разрушению или уничтожению. Ну, на практике у нас в республике проводятся три вида работа – это разведки, раскопки и спасательные работы. Вот пока археологические наблюдения у нас еще на практике вот так широко не применяются. Теперь бы хотел обратить внимание на место археологии Якутии. Ну, несмотря на то, что мы очень удаленный регион, очень суровый регион в климатическом отношении, с небольшой плотностью населения, тем не менее археология Якутии занимает ключевое место именно в мировой истории. Я объясню, почему. Ну, этих вопросов, конечно, много. Я выделил три такие наиболее значимые для такой практической деятельности. Первое, конечно, связано с нашим самым древним памятником на территории республики – это памятник Дерин-Кюрях, на материалах которого разрабатывается проблема происхождения человека и его эволюции. Потому что, несмотря на всякую дискуссионность, на имеющуюся дискуссионность в отношении этого памятника, тем не менее, он относится к числу наиболее древнейших объектов на территории России и Северной Азии в целом. И к тому же в настоящее время в археологической науке возникает все больше фактов о том, что зарождение отдельных видов людей могло происходить в разные места, в разное время. То есть нам пока известно несколько видов человека. Это вот Homo habilis, Homo erectus, непосредственно Homo sapiens. Вот в недавнее время был открыт Денисовский человек. Есть находки в последнее время в Африке. И Деринг-Ряхтим тоже входит в число тех объектов, которые пока еще не до конца исследованы, но которые вносят существенные коррективы, что становление видов человека могло происходить в разных местах, в разное время. Следующий вопрос – это проблема заселения американского континента. Это тоже фундаментальная наука, точнее фундаментальная проблема, которая интересует третьемных шар. Потому что если вы посмотрите на глобус, то очевидно, что заселение американского континента с пухопутным путем могло происходить только из северо-восточной Азии, в том числе и с территории Якутии. Поэтому находки, которые мы имеем здесь, особенно наиболее древние, что касается эпохи Палеолита, это не имеет фундаментальное значение. То есть чем древнее стоянки у нас, тем древнее может оказаться вопрос заселения американского континента. Ну и третий такой вопрос, который, наверное, более ближе ко всем – это история и происхождение якутов, самых северных тюрков. Это тоже и в алтаистики, и в тюркоязычном мире, и в целом занимает очень большое место. Потому что, как мы знаем, якутский язык относится к числу языков, которые сохранил в себе очень большое количество архаичных слов. У якутов, опять же, у якутов сохранились отдельные элементы, которые свидетельствуют об их гораздо таком древнем происхождении. И это тоже тот научный вопрос, который интересует не только Россию, но и по всему миру. Ну, что касается Дерингюряха, значит, эта тема, наверное, многим известна. Я лишь хочу повторить, что вот после кончины Юрия Алексеевича Мочанова, которая вот произошла буквально несколько дней назад, я должен заявить, что исследования Дерингюряха, они продолжаются. И, как сказать, и несмотря на то, что существует большая пока еще скепсис в научном мире к этому объекту, тем не менее, его важность никем не оспаривается. Вот, значит, дальше, да? Ну, немножко расскажу об этом объекте. Памятник был открыт. Кстати, вот говоря, по вопросу обнаружения объектов, вот Дерингюрях никогда не был бы, наверное, открыт систематически. Его обнаружение имеет такой больше случайный характер. В 1982 году геологами при оформлении стратегографического разреза был обнаружен череп человека, в ходе которого потом в результате раскопок был обнаружен неолитический могильник, а уже после его расчистки были обнаружены большие кварцитовые скопления, которые группировались между собой, где потом по результатам был обнаружен памятник нижнего палеолита Дерингюрях, который на сегодняшний день является самым древнейшим объектом культурного наследия. Как видите, он приорочен к самой высокой табагинской террасе реки Лена, и культурные остатки залегают так глубоко, что вот даже если бы вы там проводили разведочные работы, скорее всего, мы бы никогда его таким образом не обнаружили. Только вот случайная находка позволила нам открыть этот уникальный памятник, который сейчас имеет большой интерес в мире. Вот что касается проблемы происхождения разума, вот это самая такая философская сложная проблема, потому что никто не знает, вот что произошло несколько миллионов лет назад, когда наши далекие предки еще просто поднимали камень, его бросали, и момент, когда они начали его обрабатывать. Вот я надеюсь, что наш памятник и подобные ему могут дать потом значительный ответ вот именно на этот вопрос. Что касается населения американского континента, я уже об этом сказал, на сегодняшний день в Америке известны памятники возрастом моложе 25 тысяч лет назад. То есть памятников более раннего периода пока еще не обнаружено, хотя есть отдельные пока еще непроверенные данные, что есть памятники, которые датируются несколькими сотнями тысяч лет, но пока доказательно мы имеем дело с памятниками только 25 тысяч лет назад. Генетика нам тоже здесь на карте показана генетическая карта распространения гаплогрупп, которая как раз свидетельствует, что вот линия B, которая сформировалась около 30 тысяч лет назад, она выделена зеленым. Собственно, здесь из Центральной Азии она развилась, попала в Южную Сибирь, в том числе в Якутию, и потом уже перешла на американский континент через Берингов перишек или знаменитую Берингию. Поэтому те находки, которые относятся в частности к дюктайской археологической культуре, имеют большое значение для реконструкции заселения американского континента. На слайде представлены пещера Дюктай. Дюктай – это небольшая пещера, собственно, дюктай – это название речки, которая впадает в Алдам. Пещера представляет собой небольшую карстовую полость, площадью где-то около 4 на 6 метров. Она очень сухая, пригревается солнцем, но именно поэтому там было очень выгодно останавливаться древнему человеку для убежища, которое его использовал, наверное, не только временно, но и регулярно. Именно там были обнаружены каменные изделия, которые относятся к эпохе Палеолита. И вот на слайде здесь, собственно, виден сам раскопочный процесс этих работ. Ну, о пещерах я еще скажу в конце презентации более подробно. Сейчас я просто хочу акцентировать внимание на значимости изучения именно этого периода в республике. Это вот макет дюктайской пещеры в нашем музее арктической археологии имени Федосеева. Этническая история якутов, самых северных терков – это, пожалуй, самая такая актуальная, наиболее тема, которая называется «На слуху», которая интересует, я уверен, каждого жителя республики. И, конечно, изучение происхождения якутского народа занимает одно из ключевых мест вообще в нашей повседневной жизни. Значит, по результатам работ известного нашего ученого Анатолия Игнатьевича Боголева установлено, что с XIV по XVI век на территории Средней Лены, в том числе где у нас находится и город Якутский, все заречные улусы, существовало так называемое… Вот тут оказывается опечатка. Должно быть написано «Кулуна-такская», прошу прощения. Кулуна-такская скотоводческая культура XIV-XVI века. Собственно, и по мнению Анатолия Игнатьевича Боголя, собственно, вот сам якутский этнос сформировался именно в этот период. То есть Якута сравнительно молодой этнос, и это тоже имеет большой интерес науке, потому что это позволяет проследить, вот как, собственно, формируется народ. Внизу у нас предоставлены реконструкции наиболее ранних захоронений, которые открыты в республике. Самое раннее погребение именно якутского периода – это захоронение Атуасовское, которое обнаружено на территории ботанического сада. Я, кстати, бы хотел немножко рассказать об истории этой находки, как было это обнаружено. В 2003 году на территории ботанического сада была поставлена теплица. В теплице, собственно, рыли погреб и наткнулись на человеческий череп. К сожалению, люди, не разобравшись, сразу обратились в милицию. Милиция приехала, увезла все останки. И только, собственно, судмедэксперты им сообщили о том, что этим находкам несколько сотен лет. Но самое, собственно, вот именно незнание наших людей о различных находках иногда теряется очень важной информацией. Ведь оказывается, вот этот мужчина 20-25 лет, его голова была обернута в бересту. То есть обряд захоронения, который ранее нигде никогда не отмечался. И то, что археологи его должным образом не зафиксировали, как это было, что было, это существенно снижает вот наши знания о наших предках. Поэтому вот те, кто слушают сегодня нашу лекцию, волонтеры, я, значит, призываю как можно больше узнавать для того, чтобы при обнаружении каких-то ценных находок люди понимали значимость их вещей. Значит, пойдемте далее. Хотел бы немножко обратить внимание на международную экспедицию, Саха-Французская археологическая экспедиция, которая работает в Республике 18 лет и занимается, собственно, раскопками якутских захоронений. За это время вышло два международных документальных фильма, две научные монографии и множество научных статей. Так что вот в этом смысле изучение якутского народа на его наиболее ранних этапах, оно на сегодняшний день является, наверное, таким наиболее активным. Собственно, наверное, то, что мы видим по результатам различных журнальных публикаций, газетных и так далее. Теперь, собственно, я бы хотел перейти к виду археологических объектов. В силу того, что Якутия – это особый регион, и у нас сформировался особый вид именно своих памятников, вот то, с чем именно мы на практике встречаемся. Главную основу археологических памятников Якутии занимают стоянки. То есть место постоянного проживания людей на одной и той же территории в течение многого времени, после которых остается значительное число каменных, костяных и деревянных артефактов, которые потом обнаруживаются. Ну вот на слайде представлена карта, то, что называется «По свежим следам». В 2016 году на 45-м километре Вилюйского тракта, вот где притекает речка Кенкеме, наверное, она многим знакома тем, кто занимается рыбалкой или сплавами, особенно по осени, по весне, просто занимается пешим туризмом. Именно там нами было обнаружено стоянки древнего человека. Значит, там есть такое озеро Айтайбыт, ну само название озера, наверное, сравнительно молодое, и раньше это было не озеро, это была часть русла реки Кенкеме, которое со временем русло перешло, видимо, левее, а вот то, что осталось, образовалось такое озеро. И именно там, вот на берегу этого озера, мы нашли шесть объектов археологического наследия, которые содержат в себе останки от неолита до раннего Железного века, причем один объект уже был разрушен. Вот здесь на карте виден карьер, который разрабатывался, где была обнаружена стоянка, но она уже оказалась разрушена. А в целом мы считаем, что вот эти все памятники, нами выявлены, это часть одного единого объекта. Понятно, что люди не селились точечно вот именно в этом месте или на в этом месте, они селились вот по всей вот этой территории, но просто вот в ходе раскопок мы выявили вот точечные места их местопребывания. Значит, по данным радиоуглеродного анализа, значит, материалы датируются возрастом около четырех-шести тысяч лет назад, то есть в это время, собственно, около шести тысяч лет назад эта территория представляла собой такую пустошь, еще не залисенную, куда приходили люди, видимо, с какими-то разведочными целями. То есть здесь нет таких больших следов человеческого пребывания, то есть это место, куда люди приходили, наверное, на временное пребывание с целью охоты, потому что лес там очень красивый, очень густой, там водятся, соответственно, звери, рядом находится озеро, где можно ловить рыбу, поэтому ничего удивительного нет, что люди проживали здесь очень-очень долго. И я должен сказать, что, в принципе, на каждой речке, ну, наиболее-менее крупной, наверное, всегда можно обнаружить следы археологической деятельности. Это, собственно, уже доказано опытом полевых работ, начиная еще с прошлых лет, поэтому любая крупная река, любой крупный водоток, любое крупное озеро, это всегда потенциальные объекты для обнаружения объектов археологического наследия. Собственно, это фотографии с места работ. Как видите, такая живописная довольно речка. Сами находки залегали на глубине от 20 до 80 сантиметров, собственно, от поверхности, то есть сравнительно неглубоко, в песке. Некоторые находки были обнаружены буквально вот на дороге, то есть дорога разрушила часть памятника, в ходе которой были собраны каменные артефакты. Следующий вид памятника – мастерская. Опять же, вернемся к Деринкюряху. Очень часто главным аргументом против памятника Деринкюрях это было то, что на нем не были обнаружены следы человека. Собственно, это было главным таким аргументом, что Дерингу не признавали его статус, который ему полагается. Но на самом деле Деринкюрях, вот та памятника, о которой мы говорим, это являлась мастерская древнего человека. То есть это не место постоянного проживания, это что называется рабочий офис. Потому что там были обнаружены около 60 скоплений. Вот как показано на слайде, большой крупный камень, который использовался в качестве наковальни, на нем располагается каменно-отбойник, которым кололи камни. Вот это, собственно, технический мусор, который остался после обработки камня. А вот наиболее совершенные орудия они забирали с собой именно туда, где они проживали. Где они проживали, это пока вопрос, который не имеет ответа. Но сам вид памятника просто показывает, что к нему нужно относиться не как к стоянке, где люди проживали регулярно, а именно как к мастерской. И, к сожалению, у нас некоторые путают эти места между собой. Поэтому я тоже прошу обращать на это внимание. Это архивные фотографии 80-х годов. Собственно, здесь на слайде Юрий Алексеевич Мачанов показывает участникам Всесоюзного Конгресса как раз о том, что Дерин Кюрех является мастерской. И, собственно, сам он демонстрирует, таким образом, примерно, это могло бы быть. Ну и в качестве такого дополнительного исторического факта могу сказать, что известный космонавт Герман Титов тоже был на Дерине Кюрехи, по-моему, в 88-м году, если не ошибаюсь. Так что это наш такой памятник, который привлекает к себе довольно многих людей. Следующий вид памятника, с которыми мы постоянно сталкиваемся, это поселение, жилище, что, собственно, удивительно. Если стоянка это просто место, где люди жили, то у каждого человека всегда есть какое-то жилье, какое-то искусственное укрытие, где он укрывался. На слайде показаны раскопки жилища тоже в той же местности Айтайбыц, про которую я уже рассказывал. Это вот начало раскопок. Вообще такие памятники очень трудно зафиксировать невооруженным взглядом, потому что, как видите, здесь росли деревья на этом участке, здесь был такой небольшой холмик, который, в общем-то, ничем не выделялся из общего массива. Но поскольку как бы мы профессионалы, которые занимаемся как раз целенаправленным поиском таких памятников, вот мы его нашли и зафиксировали. Значит, жилища по радиоуглеродному датированию керамическому материалу датируется нами пока в среднем 15 веке нашей эры. Это как раз тот период, который относится к унотарскому времени. Хотя это жилище было оставлено не якутами, а скорее всего объякученными тонбусами, которые контактировали с якутами и пользовались их керамикой. В частности, нами были обнаружены фрагменты керамики. Вот это вот плоскодонный сосуд, который был перевернут днищем вверх. Это вот остатки венчика сосуда. Здесь же были обнаружены кости домашнего оленя, фрагменты железного шлака, они пока единственные, и фрагменты глиняной обожженной обмазки. То есть дом был, жилище было обмазано глиной, которая затем в результате сильного пожара сгорела, и вот эта обмазка, она собственно обожглась, и ее довольно-таки много было в поселении. Но таким интересным фактом было то, что вот в самом центре жилища, вот собственно вот где находится корневище дерева, нами был обнаружен берестяной сосуд с костями животных, ну тоже домашнего оленя. Ну это скорее не сосуд был берестяной, а просто в бересту были обернуты кости, которые были положены в центр жилища. В самом жилище вероятно находился камелек глиняный, который в результате сильного пожара потом просто спекся, и вот мы там зафиксировали целый пласт глины. вот таких поселений в Якутии довольно много, ну таких или почти таких, особенно в центральной Якутии, поэтому такие виды памятников тоже довольно-таки у нас распространены. Еще один тип археологического объекта это пещера, но я сразу должен сказать, что в силу геологии нашего региона у нас вот пещер таких долговременных, где могут проживать люди очень долго, их совсем немного. Я вот в свое время проводил специальные исследования по пещерам и установил, что у нас на территории республики их известно около не более чем 10 объектов, именно где проживал человек, то есть именно пригодных для проживания человек. А здесь на фотографии представлена пещера Хайргас на средней лене, значит, вот эта карта, значит, это находится поблизости от села Мача на берегу в пределах бассейна реки Малый Патом, то есть это практически на границе Сыркутской области. В пещере были произведены раскопки, опыт раскопок в пещере это совсем другой, чем раскопки поселений, погребений, но таких памятников еще раз повторюсь у нас достаточно мало и в этой связи конечно возникает вопрос, как же люди выживали в этих суровых климатических условиях, если вот таких естественных укрытий довольно-таки немного. Но мы пока приходим к выводу, что люди вероятно делали наземные жилища по тему эскимосских иглу, которые облеплялись снегом и которые пока вот поскольку они были видимо быстро ну как бы изнашивались, то их следов мы собственно и не находим. Поэтому это вот такая большая проблема, поэтому ценность обнаружения именно пещерных памятников она конечно очень велика. Именно потому, что вот в этой самой пещере вот здесь видно раскопки предпещерной площадки, это вот камни, которые сваливались снизу и полностью засыпали предпещерную площадку, там были обнаружены вот такие замечательные костяные игольницы, в которых хранились иголки, но это не просто игольницы, это еще древние календари, то есть вот это счетные, вот эти насечки, это не что иное, как счет древнего месяца, в частности вот на этой игольнице таких насечек ровно на 45, это составляет, это собственно календарь, который использовали например Кельты в Британии, то есть они делили месяц не на 30 дней по лунному циклу, а на 45 дней, то есть это та информация, которая была доселе никак неизвестна, поэтому ценность таких памятников она очень высока. Ну еще один вид объекта археологического наследия, это конечно наскальные рисунки, в Якутии их довольно много, свыше 125 памятников, а рисунков несколько тысяч просто, ну и такая наиболее яркая композиция это наскальные рисунки писанец в руках Хая на реке Мархе, который находится в Алёхнинском районе, которая была открыта еще в далеком 41 году известным академиком Охладниковым, а здесь на фотографии это результаты работ экспедиции 2012 года Северо-Восточным федеральным университетом. Специалисты считают, что эти рисунки выполняли функцию, то есть эта гора выполняла функцию строжевой башни, то есть она показывала чужакам наличие здесь крупного сильного рода, который способен отстоять свои владения. Именно поэтому рисунки нанесены значительно высоко и возникал вопрос, как люди их рисовали, потому что к ним нет никакого подступа. Вот здесь, если вы видите вот эти лестницы, это лестницы шестиметровые, они только доходят до рисунка. Но вот здесь есть небольшой подступ, с которым можно добраться, а вот как рисовали вот эти рисунки, конечно, непонятно, но мы все-таки считаем, что рисунки наносились путем использования строительных лесов, то есть на реку ставился плод, на нем сооружались леса и собственно таким образом эти рисунки были нанесены. Но сами сюжеты абсолютно разные, тут есть и человеческие фигуры, и жилища, тут еще есть более верхняя композиция, но видите, просто сюда не вошла, вот эта рейка это вот пять метров. Вот видите, эти рисунки достигают, нет, тут, наверное, четыре метра, да, здесь четыре метра, четыре метра, то есть видите, значительно высоко. И, к сожалению, вот эти наши рисунки, они подвергаются наиболее интенсивному разрушению в силу естественных причин, ну и в силу того, что люди, конечно, тоже принимают такое вандальное участие в их уничтожении. Ну и еще такая наиболее яркая композиция, наверное, многим известна, это вот лосиное семейство. Справа это так, как рисунки выглядят на макете, а так это как они выглядят вот в реальную величину. Как видите, здесь видны следы белых, это вот следы ударов по наскальному рисунку, либо соскабливания. К сожалению, была такая процедура, когда считалось, что краска древних рисунков имеет какую-то магическую ценность, и люди ее соскабливали, чем, конечно, наносили значительный вред рисункам. А также рисунки постепенно утрачиваются. Вот эта копия наскальной композиции Мегетеха Хая, это тоже средняя Лена, вот так она изображена в монографии Кладникова 1972 года, а вот так она выглядит сейчас, эта фотография, если я не ошибаюсь, 2000-х годов. То есть, видите, уже порядком здесь все подостерлось, и пройдет еще немного времени, и эти наскальные рисунки будут совсем утрачены. Поэтому очень важно при обнаружении наскальных рисунков их фиксировать, фотографировать, и обязательно уведомлять либо органы госохраны, либо археологов для того, чтобы как можно скорее их изучить и исследовать. Ну и шестой вид памятников археологии в Якутии, которые наиболее часто встречаются, это, конечно, погребения. Вообще погребения в республике это у нас наиболее ценный информативный источник, потому что именно в погребениях могут находиться и вещи, и предметы, и одежда, а также, собственно, сами кости, то есть генетический материал, который может намного больше рассказать о жизни древнего населения. И если погребений эпохи Неолита и эпохи Дромза в Якутии у нас сравнительно мало, то погребений вот недавнего исторического периода, начиная с 14-го, ну, даже с 17-го века значительно много. В данном случае на слайде показано парное захоронение мальчика и девушки, это родные брат и сестра, которые были погребены в Верхоянском районе, это местность Тарагана, которая удалена от Верхоянского почти на 300 километров, то есть очень далеко, сама местность называется Орлах, то есть болезненная, больная, то есть дети погибли в результате каких-то болезней, но это не туберкулез и не оспа, но в силу каких-то причин. Генетиками установлено, что это родные брат и сестря, и это, конечно, большое открытие для всех нас. Одежда, к сожалению, не сохранилась, но у девушки сохранились фрагменты одежды, шейная гривна, серьги, в ноги положена погребальная посуда, и таких вот захоронений коллективных у нас в республике тоже известно пока очень-очень мало. Ну, еще одно такое наиболее, наверное, тоже многим может уже известное захоронение в Хангаласском районе, это погребение 17 века, от Дабан-6, которое было обнаружено в 2016 году, это долина Эркений, которая по документам являлась наследной территорией потомков Тегина, здесь проживали и Тегин Дархан, и Мазары Базеков, и Сафрон Сыранов. Вот эта женщина, судя по тем вещам, которые обнаружены, она являлась современницей Мазары Базекова, внука Тегин Дархана. При ней обнаружено большое количество вещей, как сами видите, это шейная гривна, ушные серьги, браслеты, одежда, здесь расположены малярованный нож, седло конское, котелок, но самое значимое, то, что при ней были обнаружены персень печатки. Вот здесь видно, что вот этот сурноучный персень, то есть это печатки, которые предназначались для опечатывания документов, то есть это подпись официальная. И вот этот сюжет суд царя Соломона был распространен при царе Алексея Михайловича Романова и отца Петра I. Также еще есть один печаток, но вот здесь рельеф читается довольно плохо, но судя по всему это изображение либо какого-то сибирского учреждения, либо якутской приказной избы, либо сибирского приказа. Здесь очевидно, что это царская корона, два соболя, здесь орел находится, то есть это печатка какого-то государственного учреждения. Стало быть, эта женщина при жизни занимала значительный социальный статус, что позволяло присутствие в ее захоронении на этих печатках. Кстати, хотелось бы отметить, что в погребении мы зафиксировали то, что в рту у нее были положены конские удила. Мы искали данные и буквально недавно выяснилось, что оказывается в древности якуты так делали для излечивания от дубной боли. Когда болели зубы, люди считали, что если положить рот конская удила, это как-то снимает, облегчает боль. Такой вот интересный факт, который раньше был описан только этнографически, и сейчас он получил подтверждение именно в археологическом материале. Также известны захоронения животных, главным образом, конечно, лошадей. Вообще у япутов, как мы знаем, был распространен обряд погребения именно с конями, которые их сближают с усталькинской культурой при Байкале и при Ангаре. Такие захоронения тоже есть и тоже представляют значительную ценность, тем более, что, к сожалению, они пока изучены недостаточно. Археологические экспедиции у нас проходят всяко-разно. Это и пеший путь, и на моторной лодке, и на машине вертолютом. То есть, чтобы документы, чтобы найти эти памятники, археологам приходится в каких только местах не бывать. И тем волонтерам, которые захотят более близко заниматься изучением именно археологических памятников, надо быть готовыми к таким вот интересным моментам. Ну и в заключении вот результаты небольшой археологической разведки в Алёкнинском районе. Собственно, видите, вот это лес, который ничего не виден. Вот в результате шерфовочных работ мы там зафиксировали вот каменные орудия. Это вот каменный скребок, который призначался для соскребания со шкур остатков шерсти и мяса. Вот видите, это все находится буквально в 20 сантиметрах от дневной поверхности, то есть практически под ногами. И вот это все, это вот наше культурное наследие, которое у нас находится, которое мы должны оберегать. Так, у меня на этом все. Пожалуйста, задавайте вопросы. Да, тут в чате задали вопрос. Давайте я посмотрю. Так, вот. Слепцов. Так, сейчас сейчас прочитаю. А вот, Сергей Слепцов, назовите, пожалуйста, самые древние останки человека, найденные на территории Якутии и обозначите перспективы и проблемы таких находок в будущем. На сегодняшний день документально установлено, что самые древние захоронения это у нас аннесский человек на реке Амга. Возрастом, ну, это, видимо, переходный этап от Саалакской к белькачинской культуре, это где-то шестое, пятое тысячелетие, шесть, точнее, шесть, пять тысяч лет назад. Это самые ранние погребения более раннего времени эпохи палеолита у нас пока не обнаружены. Что касается перспектив и проблем, к сожалению, захоронения такого рода у нас обнаруживаются в большей степени случайно. Ну, вот, Елена Николаевна Соловьева, потом в своем докладе отдельно на этом немножко остановится более подробно. Да. Следующий вопрос, последний от Андрея Щуровиста. Так, Кулаковский Георги, скажите, пожалуйста, проводились археологические исследования на площади слияния рек Аудана и Лена. Да, такие исследования проводились, в частности, проводились и в нашей Приленской экспедиции, и известным археологом Константиновым Иваном Васильевичем в 70-е годы, так что там памятники есть. Так что, если более интересует, можно это подробно уточнить. Так, Алек Минск, какой год? Ну, разведка, это были данные 2009 года. Были ли привлечены санитарные врачи на раскопках в Верхоянском районе? Нет, санитарных врачей в раскопках мы не привлекали, но мы, конечно, соблюдали меры безопасности обязательно, но я должен сказать, что вот все боятся раскопок захоронений, что там могут сохраниться остатки каких-то следов болезней и так далее, но на практике все эти болезни, они выветриваются и, в общем, ничем не угрожают. Да, вирусы разрушаются, вот мы провели раскопок более там множества погребений и ни разу у нас никаких прецедентов не было. Так, как можно принять участие в экспедиции? Для того, чтобы принять участие в экспедиции, нужно обратиться непосредственно в археологическое учреждение, но вы должны быть к этому физически подготовлены. У вас должна быть медицинская справка об отсутствии противопоказаний, у вас должны быть поставлены соответствующие прививки, ну и в зависимости от ваших личных качеств вы будете направлены туда, где это принесет наибольшую пользу. В принципе, принять участие может любой желающий. Можно ли найти исторические памятники в Кобяйском районе? В Кобяйском районе памятники археологии есть, их пока не очень много, но просто потому, что Кобяйский район пока еще не стал районом пристального изучения. Но, в частности, там обнаружены памятники так называемой культуры малых домов, которые датируются возрастом 15-16 века. Какие археологические выезды планируются в 21-м году? Эти планы будут известны точно только в мае 2021 года. Вот сейчас на данный момент я не могу рассказать, что конкретно мы поедем туда-то, туда-то, потому что у нас график экспедиции составляется с учетом, во-первых, эпидемиологической ситуации, в которой мы сейчас все живем, и как это будет на будущем году пока непонятно. Допустим, в этом году мы планировали проведение работ за пределами города, но в силу коронавирусной ситуации мы проводили раскопки в городе, потому что это не так, ну, потому что это как бы было бы проще. Следующий вопрос от Марины Ларионова есть ли вакансии на Добро Ру для волонтеров? Это мы не знаем. Как можно инициировать археологические раскопки? Этот вопрос надо уточнить, потому что инициировать археологические раскопки это могут научные учреждения, органы госохраны или по заявлению физического лица, который обнаружил какие-то признаки того, что там могут быть объекты археологического наследия и тогда нужно писать заявку либо в органы госохраны, либо в научные учреждения и на основании оно рассматривается и если там действительно имеет смысл производить работу, они, конечно, проводятся. Как формируются заявки от районов на проведение археологических раскопок? Нет, заявки от районов на проведение раскопок не формируются. Все раскопки в республике Саха и Якутия проводятся научными организациями в соответствии с планом научно-исследовательских работ, но районы могут написать запрос предложения в научные организации с просьбой провести работы в таких-то таких-то районах, но здесь сразу встает вопрос финансирования, за чей счет будут обеспечиваться проведения работ, потому что затраты по нашим научно-исследовательским работам, они у нас уже распределены, если мы эти деньги перенесем на другой объект, это будет нецелевое использование, поэтому самый главный вопрос это финансирование этих полевых работ. Далее, проводится вопрос от Елены Адашевой, проводятся ли археологические раскопки в Булунском Усе, насколько они доступны для жителей Якутска. В настоящее время археологические раскопки именно в Булунском районе не проводятся, но они у нас запланированы на будущий год в рамках госэкспертизы, поэтому там ну вот мне подсказывают, что наши коллеги из Института гуманитарных исследований там проводили работы в этом году. Насколько они доступны для жителей Якутска? Ну, поскольку раскопки только проводились, все материалы проходят по камеральную обработку и пока так широкому доступу они не доступны. Вопрос от Андрея Щура или Щура, извините. Если оно, видимо, проводится ли сейчас археологические раскопки в Алёхминском районе? Да, раскопки в Алёхминском районе проводятся, их проводит Музей археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета, наш коллега Аркадий Куприянович Шараборин, который занимается поисками палеолита именно в Алёхминском районе, потому что там он обнаружил несколько стоянок эпохи палеолита, так что это очень перспективно. Следующий вопрос от Георгия Друзьянова. Есть ли в России схема легализации археологического предмета, найденного обычным человеком, а не археологом? Ну, я не уверен, что здесь надо употреблять слово легализация. Если вы обнаружили археологический предмет, вы просто можете его принести в научное учреждение, либо непосредственно в орган гусохраны, и оно будет рассмотрено в рамках проведения экспертизы культурных ценностей. Следующий вопрос, Валентина, был ли у вас опыт участия международного уровня археологических раскопок? Ну, собственно, вот про международную конференцию Саха-французскую я и говорил, что это, да, экспедицию, это как раз международная экспедиция, которая занимается раскопками в Якутии на протяжении уже 18 лет. Также наши коллеги из Института гуманитарных исследований работают с коллегами из Японии, да, с Японией, да, вот в основном с Японией также. Но у нас есть сотрудничество в плане аналитической деятельности. Ну, и мы, конечно, сотрудничаем с нашими зарубежными коллегами, с французскими. Главным образом у нас вот как-то вот пока такие связи устоялись с французскими и японскими коллегами. Далее, вопрос от Елены Адашевой. Что называют арктической археологией? Какое определение Арктики здесь используется? Да, это очень важный вопрос, потому что как бы Арктикой, под Арктикой подразумевают собственно то, что находится за Северным Полярным Кругом, но для территории республики к арктической археологии относятся все, что входит в зону Креолитозоны, то есть в зону распространения вечной мерзлоты. Да, также употребляется такой термин, как субарктические территории. Следующий вопрос от Сергея Слепцова. Проводят ли раскопки в Якутии археологии из других регионов России? Да, проводят, в частности, питерские археологи, Институт истории и материальной культуры, проводят раскопки на Янской стоянке в Верхоянском районе. Также у нас работают коллеги из Владивостока, из Новосибирска, из Преамория, но они работают главным образом по историко-культурной экспертизе земельных участков. Собственно, такие масштабные научные исследования у нас проводятся только археологами из Якутии и вот коллеги из Санкт-Петербурга. Да, еще забыл упомянуть коллег из Сургута, которые проведили работы на Стадухинском остроге в Нижнеколымском районе. Так. Большое спасибо. Сейчас у нас переход уже на следующую лекцию сразу. Да, да, большое спасибо. А вот еще вопрос, где находится госохрана. Госохрана находится по улице Курашова 30-1. Это можно узнать в интернете информацию. Да, департамент по охране объектов культурного наследия. Так, дорогие друзья, я передаю сейчас слово до моей коллеги Соловьевой Елене Николаевне. Сейчас секундочку я настрою. Пожалуйста, Елена Николаевна. Добрый день, уважаемые слушатели. Я научный сотрудник Арктического научно-исследовательского центра и я продолжу выступление Николая Сергеевича, но я сужу, скажем так, нашу беседу до территориального сужи до границ территории города Якутска. Своё выступление я назвала проблемой перспективы археологических исследований на территории города Якутска. Может быть, это слишком громкое заявление проблемой перспективы, потому что данная тематика, конечно, требует ещё осмысления, ну, скажем так, это к постановке проблем. Но хочется напомнить, что город Якутск территориально расположен в центральной и южной части одной из трёх великих долин Туймады, долин реки Лены, в среднем её течении, долине Туймады. На сегодняшний день в долине Туймады открыто более трёхсот археологических объектов. И сегодня моя задача не входит рассказывать об объектах именно всей долиной, поэтому я хочу отсутить именно до границ городской застройки, конкретно до территории городского округа Якутска. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что город, можно сказать, расползается, растекается, он растёт и на север, и на юг, и практически постепенно то, что вчера ещё было территорией пригорода, сегодня уже становится территорией городской пригородной застройки. Ну вот в продолжении выступления Николая Сергеевича хочу обратить ваше внимание, что на сегодняшний день на территории республики действуют три бюджетных организации, научных и научно-образовательных организаций, которые на основании лицензии проводят археологические исследования. Это Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Керча-Мосова, Институт гуманитарных исследований проблем малочисленных народов с севером сибирского отделения РАН. И, собственно говоря, мы Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Республики Саха-Якутия. Мы являемся как бы преемниками Центра арктической археологии и палеоэкологии человека, которые в свое время возглавляла Светлана Александровна Федосеева и возглавляли и Юрий Алексеевич Мачанов. В связи с вопросами, которые были заданы ранее Николаю Сергеевичу, хочу сказать, что вообще археологи это товар штучный. И археология Якутии действительно существует такая проблема нас археологов для такой огромной территории, как Якутия, недостаточно. Я имею в виду сотрудников именно вот этих организаций, о которых я сейчас сказала. Поэтому, конечно, в каких-то регионах Республики сейчас работают представители других научных учреждений из других регионов. И на первый взгляд, конечно, это очень хорошо, но с другой стороны, материалы, которые получают эти исследователи, они остаются в фондах тех организаций или поступают в музейные фонды тех учреждений, которые они представляют. Готовясь к сегодняшнему выступлению, я столкнулась с такой проблемой, что, собственно говоря, подразумевать под таким понятием, как археология города или археологические исследования на территории города Якутска. И вот для себя я пришла все-таки к такому выводу, что скорее всего археология города Якутска, она включает в себя два таких основных, скажем так, момента или таких блока. Это, во-первых, диахронная археология, то есть это археология всех эпох на данном участке. Известно, что территория Туймады и территория нынешней городской застройки, она издревле привлекала внимание человека, потому что люди всегда, в общем-то, предъявляют примерно одни и те же требования к тем населенным, к тем территориям, на которых они планируют проживать. Вот. И если говорить о диахронной археологии, то в этом случае мы можем говорить об объектах археологического наследия, возраст которых более тысячи лет, более десяти тысяч лет, которые относятся к разным археологическим этапам, это палеолит, мезолит, неолит, эпоха палевого металла, ну и позднее средневековье, я вне указала здесь, да. Если же говорить непосредственно об археологии Якутска, то это вероятно имеется в виду археология средневекового города, который насчитывает около четырехсот лет, потому что все мы прекрасно с вами знаем, что город наш, как, именно как город начал функционировать в первой половине семнадцатого века. Ну и несколько слов об истории археологических исследований на территории города Якутска. Я еще раз повторюсь, я касаюсь только территории, которая занята сегодня нынешней городской застройкой. Итак, начало археологическому изучению города Якутска положили работы учителя русского языка и якутской прогимназии Николая Григорьевича Сарачева, который в 1888 году с разрешения археологической комиссии русского географического общества провел раскопки в окрестностях города Якутска семи различных курганов. Следующим этапом в изучении истории города диахронной археологии сделал первый профессиональный археолог Якутии Ефим Дмитриевич Стрелов. Человек, который первым получил археологическое образование, профессиональный археолог, который в то же время считается основоположником архивного дела Якутии. В период с 1914 по 1922 год он занимался раскопками древних якутских погребений, могильников в Корнинском наследии и на территории Атласовской заимки. Это погребения 18 века. В 1940 году известный художник Михаил Михайлович Носов в составе экспедиции, вернее, руководя экспедиции Якутийского раскопки якутского дохристианского погребения 17 века на месте строительства клуба Якутторга. Ну, коренные горожане знают, наверное, что это клуб Якутторга. Это здание будущей, но впоследствии стало зданием, где размещалась детско-юношеская библиотека. Сегодня это здание не сохранилось, а располагалось оно между современными зданиями городской классической гимназии и детским садом номер 88 по улице Ярославского 35 дробь 1. Вот Михаил Михайлович провел фактически первые в истории города охранно-спасательные раскопки. То есть вот началось строительство клуба и, вероятно, в ходе земляных работ было разрушено погребение, которое было им исследовано. В 41-м году раскопками якутского могильника, известного как Тагынов Курган, занимались сотрудники Якутского краеведческого музея Золотарев, Чемизов и Васильев. Далее в период с 1940 по 1945 год большой вклад в изучение археологии города и пригородов сделал известный российский археолог Алексей Павлович Окладников. И им он возглавил Ленскую историко-археологическую экспедицию, работами которой были открыты многие археологические объекты, которые относятся к разным этапам неолита, поля металла, средневековья. Вот здесь перечислены далеко не все объекты, которые были открыты этой экспедиции. В 1961 году известный якутский краевед, фольклорист Иван Георгиевич Березкин, также провел, можно сказать, охранно-спасательные раскопки на берегу Исталого озера, случайно обнаруженное жителем Якутска Аносовым приоритей погреба погребения, вот было им исследовано. В этом же году опять же известный якутский краевед Иван Дмитриевич Новгородов проводил раскопки погребения 17 века, обнаруженного рабочими в ботаническом саду на берегу озера Этеккёль. В 1968 году произошло, скажем так, большое событие и для археологии республики, и для археологии города в том числе, был опять же случайно открыт и исследован Федосеева Светлана Александровна, Чучурмуранский могильник, который относится к Маехтарской поздненеолитической культуре. И вот здесь вы видите радиоуглеродную дату, то есть возраст этого могильника где-то 4-5 тысяч лет. Дальше работы на территории города были продолжены Приленской археологической экспедиции, городским отрядом археолога этнографической экспедиции Якутского госуниверситета. Вот пожалуй работами этого отряда был внесен существенный вклад в изучение диафронной археологии именно города, потому что было открыто около 150 новых памятников в долине Туймада. Многие из них находились в том числе на территории современной городской застройки. Пожалуй самый известный такой интересный объект это стоянка, неолитическая стоянка Вилюйское шоссе и парное антитезное погребение женщины и ребенка, которое получило одноименное название погребение Вилюйское шоссе. Опять же работами этого же отряда собственно говоря начались археологические исследования связанные непосредственно с изучением культурного слоя исторической части города Якутска. То есть это та самая археология средневекового города. Начало ей положено было в начале 2000-х годов, в 2008-м году на территории дома Мещанки Сараватской, где проводилась реставрация переборка дома по инициативе частного лица Андрея Анатольевича Высоких. Сегодня он возглавляет городское отделение регионального отделения общества ВАОПИК, было инициировано проведение исследования культурного слоя. В 2012-2013 году был сформирован городской отряд при Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера под руководством Строговой Екатерины Алексеевны. Я была участником этой экспедиции. И были пройдены археологические разведочные работы на территории исторической части Якутска в районе Тройского кафедрального собора на месте разрушения воеводской канцелярии и в периметре предполагаемых стен Острога воевода Приклонского начала 1680-х годов. Но поподробнее я хотела бы остановиться на достижениях и результатах последних лет археологических исследований. Это период примерно 2013-2020 годы. Вот здесь на слайде вы видите карту города Якутска и с правой стороны размещены указатели объектов, которые были исследованы с археологической точки зрения. И можно сказать, что все перечисленные объекты все они скажем так, в отношении них были проведены охранно-спасательные раскопки. То есть они были либо случайно обнаружены в результате хозяйственной деятельности, либо работа на них была инициирована предстоящей хозяйственной деятельностью земляными работами, которые могли бы уничтожить эти объекты археологического наследия. Вот самый ранний памятник скажем так по времени существования это погребение Огонек. Оно было обнаружено в 2016 году на 8-м километре Покровского тракта на территории Содпочтовик. Жильцы постоянно проживающие на этом участке решили выкопать котлован под септик и ковшом экскаватора было разрушено уникальное неолитическое погребение. Носители белькачинской культуры оставили это погребение. К сожалению, вот вы видите здесь видно такая вот в южной части котлована такая вмятина, лакуна небольшая, вот она здесь в увеличенном размере, она окрашена охрой. Это вот характерный признак погребальной практики неолитических племен Якутии относящихся к белькачинской культуре. Вот представьте себе, люди жили на этой территории, освоили эту территорию примерно 6 тысяч лет назад и вот оставили погребение. Вот такой интересный сопроводительный инвентарь было обнаружено в результате тщательного просеивания грунта, выбранного из котлована, но вероятно погребение это было разрушено уже дважды, потому что при земляных работах, при обследовании котлована мы обнаружили еще одну западину старой ямы и по сведениям местных жителей эта яма была выкопана где-то примерно 5-6 лет назад и видимо основная часть погребения была разрушена еще тогда. Но все-таки вот те крупицы, которые нам удалось собрать, они конечно играют очень важную роль в реконструкции не только материальной культуры, но и духовной культуры неолитических племен, населявших долину Туймада и проживавших собственно говоря на территории городской застройки. Вот я хотела бы обратить особое внимание вот на эту штучку, это вот антропоморфная фигурка такая при прорисовке она более скажем так ну угадывается не антропоморфная фигура антропоморфная то есть человекообразная вот вы здесь видите да выделена как бы условно голова две такие точки возможно они маркируют именно лицевую часть антропоморфной фигуры и вот такое раздвоение возможно это как раз вот ножки размещение здесь данного предмета в погребении оно не случайно оно связано конечно с представлением ну либо с культом предком либо существовал у некоторых народов так называемый культ замещения души то есть вот душа человека как бы отправилась в иной мир и она должна занять какое-то место и вот это собственно говоря тот самый заместитель куда должна переселиться душа человека здесь мы видим также вот интересный предмет это число из сланца вот здесь фотография здесь его прорисовка почему обращаю на это внимание ваше потому что знаете есть предметы которые нам сразу на первый взгляд нами идентифицируются атрибутируются то есть мы понимаем что это такое и для чего они были предназначены и тогда мы понимаем их историческую ценность археологическую ценность а есть предметы которые на первый взгляд являются просто каким-то куском камня и все вот тесла достаточно часто сопровождают погребенных именно неолитического времени периода белькачинской культуры эпоху среднего неолита что такое тесло тесло это инструмент для изготовления лодки и вероятно но вероятно это связано с представлением с культом о реке времени о реке мертвых и человек должен отправиться в это путешествие в последний свой путь по реке мертвых вероятно изготовив при помощи этого тесла лодочку погребение Сергеляхское было обнаружено тоже совершенно случайно Николай Сергеевич о нем уже говорил поэтому особо останавливаться не буду но вот интересно когда есть возможность увидеть не только скритированные останки погребенного но и реконструкцию то есть визуализацию можно представить что за человек здесь был погребен интересно что этот человек погиб в результате травмы причиненной каким-то рубящим орудием и несовместимой жизнью вот здесь мы видим с вами следы такого вот удара нанесенного каким-то рубящим орудием вероятно ботасом прошу прощения вот ботас сопровождал погребенного и внутри погребальной камеры собственно говоря ну подобное орудие оружие подобное оружие холодное оружие известно в общем-то у многих народов Сибири и Дальнего Востока но вот ботас считается именно изобретением якутского народа интересным предметом обнаруженном в этом погребении оно тоже было обнаружено случайно совершенно когда заканчивался полевой сезон владельцы земельного участка убрав картофельное поле решили углубить яму на территории картофельного поля для того чтобы сохранить морковку там какое-то время и вот при углублении этого поля они обнаружили костные останки и вот мы выехали вот такие предметы интересные обнаружены были вот вы видите уникальный можно сказать предмет это серединная накладка сложносоставного лука центрально-азиатского типа которая собственно говоря и натолкнула на мысль о том что это погребение достаточно архаичное и аналоги находятся уже Николай Сергеевич говорил в усталькинской культуре которую некоторые исследователи связывают именно с происхождением якутского этноса интересен набор наконечников стрел здесь есть наконечники охотничьи срезни такие и есть наконечники бронебойного типа которые предназначены были именно для применения в каком-то сражении очень очень интересное погребение было открыто в 2014 году погребение атласовское в районе атласовских озер это южная часть нашего города петуймада это женское погребение опять же вот видите у нас есть возможность визуально представить кто был погребен женщина в возрасте 35-40 лет но Николай Сергеевич тоже уже об этом говорил интересен очень сопроводительный инвентарь и наиболее наибольший интерес представляет именно элементы одежды и головного убора которые сохранились в этом погребении к сожалению органические материалы практически не дошли до нас они разрушены а вот металл сохранился и достаточно скажем так ну читаемый понятный вот здесь мы видим с вами уникальные накладки навершия на головной убор причем пришивали скрепились они только в одном месте сложно представить каким был этот головной убор какое место они занимали на головном уборе но скорее всего раз они парные значит они размещались как-то парно возможно это какие-то вот такие рожки на головном уборе и очень интересно вот такое составное да навершие устройство для плюмажа то есть это такой верхний такой колпачок цилиндрической формы для специального такой здесь вот канал куда вставлялся какой-то плюмаж возможно из перьев птиц возможно из конского хвоста или может быть хвост какого-то другого животного пушного зверя вполне возможно очень интересно уникально по-своему такая серега проволочная серега которая имеет она одна была обнаружена и наоборот обнаружена была в грудной в области груди погребенной погребенной и эта серега имеет такую беконическую сложносоставную пуговицу вот очень интересно мы проводили металлографический анализ и оказалось что внутри этой беконической пуговицы находится ну скажем так сердечник из органического материала скорее всего кости вот тоже очень интересно скажем так предмет для размышления с какой целью он там какую функцию выполнял этот сердечник здесь вот на фотографии мы видим если назад вернемся вот вы видите вот здесь у погребенной такие очень интересные красивые накладные панно в верхней части одежды вот они составлены из тесно пришитых на кожаную основу бляшек металлических бляшек разной формы дальше в 2017 в 2018 годах проводились археологические работы непосредственно в зоне жилой застройки это улица Кулаковского ну по прежнему название этой улицы по первичному ее названию Логовая мы дали название этого местоположения Логовая сегодня здесь находится бульвар учителя очень интересные накладки были сделаны и одним из самых таких интересных сюрпризов для нас стало обнаружение керамики типологически ранее якутского типа мы сделали предположение о том что это керамика относящаяся к унатахской культуре ну помимо Антолея Гоголева о котором сегодня говорилось да у нас есть еще один специалист по этнографии якутов это Бравина Розалина Кентьевна и вот она сразу определила в этом в нескольких фрагментах именно керамику кунатахского типа и дабы проверить свою догадку мы отправили образцы пищевого нагара с керамики на аналитику и в Новосибирске в Институте ядерной физики имени Буткера был проведен радиоуглеродный анализ с использованием ускорительной масс-спектрометрии и вот он дал нам такие даты как вы видите календарный возраст прошу прощения 13-15 века короче с вероятностью 95% вот очень интересная ну такая неожиданная находка и конечно вот нам хочется теперь на территории города в центральной части города Якутска найти нечто подобное чтобы подкрепить вот свои догадки предположения о том что до прихода русских на территории центральной части города все-таки якутское население уже проживало и оккультуривало ландшафт скажем так еще более ранее эпохи периоды вот здесь представлено несколько таких наиболее выразительных я даже сложно сказать наиболее выразительные это или просто предметы потому что материалов очень много было обнаружено ну а первых была собрана неплохая нумизматическая коллекция интерес представляет наибольший интерес представляет конечно проволочная копейка 17 века чекана Федора Алексеевича и ну проведя некоторые исследования в том числе и сравнивая весовую норму этой монеты мы приходим к выводу что эта монета она была чеканена где-то в 1680-е годы ну то есть относится к 17 веку монеты 18-го 19-го первой половины 20-го века обнаружено были обнаружена разнообразная керамика наряду с гончарной русской керамикой типично русской керамикой известно что у якуты это вот во-первых на территории Якутии единственный народ который владел гончарным ремеслом но у якутов керамика была липная а здесь мы видим вот наряду с липной якутской керамикой мы видим и предметы гончарного производства именно рука русского мастера здесь чувствуется берестяной вот мы видим с вами берестяной туис 18-го века но это типично якутская работа тоже вот такая традиция сшивать края берестяной посуды при помощи волосяной веревки волосяной нитки это характерная якутская традиция здесь же были обнаружены то есть берестяная посуда и русская работа но у них принципиально другая конструкция потому что у них так называемая замковая конструкция то есть не сшивают с края посуды а они замыкаются вот тоже предметы из металла тоже представляющие элементы якутской культуры это серебряные щипчики элемент нагрудного украшения женского нагрудного украшения и вот начальник начальник крестик связанный безусловно с традицией православия в 2018 году в ходе строительства школа номер 35 был зафиксирован факт разрушения известного в общем-то самого большого дореволюционного погоста на территории города Якутска Никольского некрополя если вы посмотрите на карту это карта 1890 года но этот некрополь фигурирует уже на исторических картах 1770 года это самая ранняя карта города которая имеется в нашем распоряжении и вот здесь мы с вами видим вот здесь уже контуры ну сам некрополь он уже обозначен здесь две церкви мы видим сегодня это территория современного города собственно говоря вот здесь находится как раз Никольская церковь и по нашему предположению именно здесь были захоронены первые горожане вот проводя опять же такие спасательные работы нами было вскрыто одно погребение мужское погребение 19 века вот мы здесь видите да фрагменты одежды сохранились вот такая двубортная рубашка кафтан вручную отметанные петли мы с вами видим да вот это детали кафтана вот такие пуговицы деревянные обтянутые пуговицы и металлические со стеклянными вставками пуговицы инвентарь конечно но сопроводительный инвентарь очень такой скудный и вот такая фарфоровая чашечка к сожалению клеймо на чашке не сохранилось поэтому установить конечно ее возраст ну тоже принадлежности сложно к сожалению на сегодняшний день Никольский некрополь в основной своей части разрушен уничтожен и мы фактически утратили возможность проведения работы идентичных например которые провели наши иркутские коллеги они очень тщательно провели исследования иркутских некрополей изучили костные останки и составили целую портретную галерею первых горожан города Иркутска к сожалению мы такой возможности практически лишились хотя фрагментарно конечно где-то еще этот некрополь часть некрополя сохранились ну и вот работы этого года у нас были сосредоточены на улице Ярославского где мы Ярославского 31-33 где мы изучали культурный слой исторической части города здесь планируется застройка участок отведен под строительство арбитражного суда и фактически работы носили опять же охранно-спасательный характер вот здесь мы видим с вами при помощи квадрокоптера зафиксирован начальный этап наших работ хочу обратить ваше внимание какое огромное количество мусора мы оставляем после себя вот работы этого полевого сезона просто поразили мое воображение насколько грязно мы живем сколько мы после себя оставляем как говорится ненужного ну хотя может быть археологам будущих поколений это как раз очень даже пригодится ну вот вы видите панорамный снимок площадки земельного участка отведенного под строительство арбитражного суда сняты с юго-восточной стороны это вот у нас здание лутумена вот национально-художественный музей дом вот дом валериана васильева который планируется к переносу ну и вот посмотрите какая огромная площадка да она отведена под строительство арбитражного суда наши же работы были сконцентрированы вот только в этой части и то мы приложили нечеловеческие как говорится усилия для того чтобы успеть этот объект выбрать ну вот еще такой ракурс вот тоже обратите внимание сколько мусора вот постепенно опускаясь что называется вглубь земли мы опускаемся вглубь веков и вот видите вырисовывается контур живища это постройка конца 19 начала 20 века вот этот дом был построен одного хозяина здесь видно что в капитальной стене вот имеется только один единственный вход значит это большой достаточно дом более 100 квадратов составляет вот впоследствии видимо в годы советской власти он был разделен на две части ну когда вот шло укрепнение укропнение подселение да и вот мы видим здесь более поздние пристройки с одной стороны с другой стороны вот видимо его вот так поделили повдоль и он стал домом для двух хозяев культурный слой который в этом году мы прошли он ну как сказать относительно глубокий и не глубокий мы прошли где-то полтора метра вот ну чтобы для сравнения да показываем вот это вот культурный слой который был нами пройден на самом деле на территории города в центральной части я думаю что культурный слой составляет и более мощное напластование до двух с половиной может быть даже до трех метров но для сравнения вот я разместила нам чего плакаться мы конечно на это все тяжело сложно работать но вот посмотрите культурный слой Москвы это вот московское зарядье это фотографии первые годы первые послевоенные годы археологические раскопки посмотрите какие у них напластования но тем не менее ведь люди работают изучают я думаю что у нас тоже все все тоже получится ну и несколько слов о наиболее интересных находках этого полевого сезона ну прежде всего опять же это достаточно богатая нумизматическая коллекция у нас представлены монеты 18 19 и 20 века вот здесь для сравнения две монеты самая мелкая и самая крупная это екатерининские 5 копеек 1772 года чекана и самая маленькая совсем маленькая можно сказать прямо микроскопическая монета это прочная копейка чекана петра первого скорее всего где-то ну по моим вот таким предварительным данным по сравнению с весовой нормой где-то наверное 1709 1710 года чекана вот обратить ваше внимание первый раз я такое увидела что монеты медные монеты когда их только вскрываешь в момент обнаружения они имеют прям такой яркий красный цвет но буквально через некоторое время через быстрое время они покрываются окислами и становятся вот такими здесь вот мы видим монеты они уже мною почищены потому что на некоторых окислы очень сильно и сложно было установить их номинал много фарфора мы обнаружили для археологов ценен фарфор с клеймами у нас есть фрагменты фарфора с советскими клеймами первых лет советской власти интересен фарфор вот например фарфор с клеймом фабрики Якова Храпунова Нового который функционировал в московской губернии с 1818 года вот такое донышко чашки ой прошу прощения блюдца мы обнаружили вот по аналогии если сравнить да очень похоже вот что-то такое было и у нас вот у одного из горожан проживавших когда-то на территории города в обиходе вообще вот Храпуновский фарфор отличается таким изяществом каким-то таким эстетством также предметы которые выполнены из стекла керамическая посуда опять же хочу обратить внимание на территории на территории нынешних полевых работ точно такое же наблюдается сочетание и якутской и русской керамики то есть и гончарного производства и лепная прям традиционная с традиционным якутским орнаментом керамика встречается вот очень интересная находка но мы всех секретов раскрывать не будем конечно оставим у нас планируется как бы пресс-конференция ну вот например очень интересная находка это керамическая курительная трубка турецкого типа 18 века четкий датирующий материал вот смотрите в 17 веке отношение к табаку и вообще к курительству табака было очень отрицательным во времена Михаила Федоровича было запрещено вообще торговля табаком и товарами сопутствующими да вот табак считался чертовым ладаном а курение дьявольским кождением и только в 1697 году Петр Алексеевич издал указ о свободной продаже табака в Москве и городах и в 18 веке появляются курительные трубки турецкого типа потому что их начинают привозить после русско-турецких войск войн из Турции а впоследствии осваивают и русское производство местное производство этих трубок они с деревянным он штуком это вот такая короткая втулка и ложи керамической трубки что интересно видите здесь сохранилось клеймо но оно трудно читаемое но может быть нам все-таки удастся прочитать это клеймо и определить мастера-производителя разнообразные изделия из кости несколько фрагментов вот здесь экземпляров представлены ну прошу понять нас у нас все материалы еще только находятся на стадии камбиральной обработки поэтому все конечно мы показать не можем и вот тоже очень интересная находка это малокалиберное ядро артиллерийской ну как вот я предполагаю одногривенковой пищали одногривенковая пищаль это пищаль артиллерийская пищаль диаметра ядра которая составляет три с половиной сантиметра ну вот по диаметру я так вот как бы ну предположила и вот такой фрагмент хочу процитировать из книги Егора Багвина военное дело русских на восточном пограничье России в 17 веке в 1639 году воевода Головин отправился на великую реку Лену во главе отряда из 406 человек два письменных голов из Москвы пять детей боярских из Казани 245 табальчан 100 енисейцев 50 березовцев два кузнецов оружейников и два толмачей кроме того было 4 папа и диакон чтобы на Лене реке служилы люди без покаяния и причастия не помирали с ними было наряда из Тобольска две пушки ядром по 3 гривенки 10 пищалей полковых ядром по гривенке 26 пут зелья пушечного и по 100 зарядов пищали ядеры свинца это была первая русская артиллерия на всем просторе от Байкала до Тихого океана то есть вот ну лично меня прямо гордость распирает что вот мы собственно говоря нашли вот это свидетельство предмет связанный с первой русской артиллерией на всем северо-востоке Сибири правда это ядро не железное не чугунное оно каменное но по свидетельствам опять же из архивных материалов к началу 18 века в городе Якутске оставалось всего две действующих пищали и несколько недействующих пищали но они практически не приводились в действие как свидетельствуют современники всего один-два раза в год эту пищаль использовали для салюта дабы устрашить местное население чтобы показать вот такое что у нас такое оружие собственно говоря ну и вот собственно говоря в конце у меня время еще есть да время еще есть а я так тороплюсь тороплюсь вот ну и вот собственно говоря это почти финальная стадия завершения из раскопок на территории Ярославского я говорю почти потому что это скажем так грязный вариант потому что вы видите здесь вот лежат доски ну это вот иллюстрация к особенностям городской археологии во-первых это вечная мерзлота надмерзлотные грунтовые воды и работать приходилось последние буквально месяц вот в такой что называется жижи и для того чтобы как-то защитить культурный слой нам приходилось делать такие помостки мы конечно не совсем готовы были вот к такой ситуации в будущем надо предусмотреть какие-то вот такие помостки более легкие что не знаю как это делать но будем думать для того чтобы вот передвигаться по территории раскопа ну вот желтыми линиями посмотрите здесь вот здесь сейчас в раскопе вот на этой фотографии сохранились останки архитектурных сооружений трех веков трех столетий вот здесь наиболее высокие столбы мы не смогли их убрать по одной простой причине что они находятся в вечной мерзлоте вечная мерзлота вот здесь на данном участке появилась уже в 70 сантиметрах от дневной поверхности и вот это все оттаивало 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 потихоньку но так мы и не смогли дойти до самого конца то есть вот эти сваи они еще в глубине в вечной в вечной мерзлоте вот эта вот часть еще раз повторюсь это 19 останки строения 19 начала 20 века вот это сохранившееся подполье это не ранняя конструкция это подполье оно прослеживалось у нас буквально прямо с самого верха мы его как говорится вели потихоньку разбирали но опять же до дна этой конструкции нам дойти не удалось но здесь плотная засыпка опилками здесь сантиметров 30 мы прошли эту засыпку опилками ну а дальше вечная мерзлота не позволит здесь вот мы видим останки лестницы это так называемый косаур лестница которая спускалась вот сверху отсюда вот вела вот в это подполье вот и вот дальше здесь мы видим с вами два это вот говорю начало где-то 20 века да это вот собственно говоря сваи они более низкие и они более широкие по диаметру и вот два ряда очень хорошо заметно это останки конструкции другого времени более древнего периода то есть это вот видимо здание которое стояло здесь поставлено именно в 19 веке да я забыла сказать что сооружение которое мы вскрыли в начале оно ну совершенно очевидно с нами согласно архитекторы оно переустанавливалось где-то в середине 20 века поднималось то есть подниму видимо оно опустилось глубоко ушло в землю и под него подводились новые лёжки и оно поднималось а это вот вероятно значит останки прежней конструкции дома вот 19 века и что наиболее интересно вот на дне собственно говоря раскопа проявились останки конструкции 18 века вот желтыми линиями я выделила и вот такими кружками это останки конструкции 18 века но хочу сразу сказать что на самом деле мы дошли здесь на территории раскопа до стерильного слоя то есть провели вот по линии двух квадратов провели двухметровую такую через весь квадрат линию контрольной прокопки действительно подстилающие отложения стерильные то есть там находок не имеется но вот эти вот конструкции они лежат на поверхности на поверхности наверху этого стерильного слоя и к сожалению они уходят и здесь они уходят в стену и здесь они уходят в стену и здесь если мы продолжим они тоже уходят в стену и пока сложно сказать что это вот что это за конструкции вот интерес Представляет вот эта вот стена, она протяженностью получается более 10 метров, около 10 метров, но для жилищной конструкции это что-то длинновато, непонятно. В общем, вопросов, скажем так, проблем поставлено в ходе этого полевого сезона у нас много, тем для размышлений много, будем думать, будем анализировать. Спасибо большое. У нас заканчивается время, но есть буквально 10 минут, чтобы ответить на вопросы. В чате есть вопросы? Я могу их озвучить? Да, пожалуйста. Интересно было бы услышать, как дела обстоят с суевериями, особенно в сельской местности, крепко придерживаются вылопы с сердцем. Ну, понятно, что это касается, видимо, вопрос, связан с погребениями прежде всего. К сожалению, бывают такие случаи, что местное население действительно с недоверием, с опаской относится. Но, тем не менее, все-таки мы становимся все более грамотными. И вот в том числе и сегодняшняя наша лекция, она призвана, скажем так, популяризировать знания о археологическом наследии. И постепенно, скажем так, проблемы эти становятся меньше. Но, тем не менее, они существуют, конечно. И следующий вопрос. Подскажите, к какому периоду относится монета «Денежка»? Нашли вблизи города. Является ли такая находка поводом для архитектурных раскопок? Для археологических раскопок? Да, простите, археологический. Важно, конечно, обнаружение артефакта в каком-то археологическом контексте. Поэтому просто обнаружение денежки, но для меня, например, как для специалиста, мало о чем говорит. Мне нужно знать контекст обнаружения. Если автор находки, например, сообщит, при каких условиях и где он обнаружил этот предмет, ну, может быть, тема для разговора. Вообще, конечно, это может быть либо случайная потеря. Мы все во время передвижения что-то теряем. Ну, либо это связано с какой-то, может быть, действительно городской состройкой. Интересная информация. И последний вопрос. В следующем году на территории долины Таймада планируются раскопки? Ой, я потеряла. Ну, у нас есть желание, есть возможность поучаствовать в проекте, связанном с раскопками именно на территории города Якутска. Вообще, особенность нашего города заключается в том, что у нас очень плотная городская застройка, наверное, как в любом другом городе. И поэтому нам надо изыскивать вот такие участки, может быть, даже это межжилищное пространство. Наши коллеги, кстати, из сибирских городов, из Тобольска, Иркутска, они не внушаются, собственно говоря, ничем. И даже вот если оголяется участок культурный слой, например, там в размерах 20 квадратных метров, они проводят археологические раскопки. Поэтому мы должны, в общем-то, тоже действовать таким же образом. У нас есть планы проведения раскопок на пустыре по улице Кулаковского, это в районе второго универсама. Планируем мы такие работы, но состоятся они или нет, много, скажем так, подводных камней. Ну и совсем-совсем последний вопрос, потому что у нас, дорогие наши участники конференции, у нас в 12.00, в зоне будет другая конференция, поэтому нам надо быстренько у вас ответить. И вот последний вопрос. На улице Курошова есть остатки деревянных жилых и хозпостроек, давно разрушенные и заросшие. Планируется ли там работать? На улице Курошова. Вот дело в том, что нет у нас такого конкретного плана в отношении археологических раскопок на территории города, нет. Я вот как раз не успела договорить, но я вот хотела завершить ее тем, что необходимо создать вот такую археолога-архитектурную карту, что ли, перспективную, где были бы обозначены все участки, перспективные для археологических исследований на территории города. И чтобы акцент именно на этих участках был сделан, чтобы мы могли мониторить и контролировать, чтобы они не были застроены бесконтрольно. Потому что вот городская среда, она очень агрессивна для археологических объектов. Мы же с вами не видим, как разрушаются эти объекты, мы не замечаем этого, потому что постройки возникают, они вырастают, как грибы после дождя, и никто нас не оповещает о том, что там начинается работа. Хотя это и есть нарушение федерального законодательства, в соответствии с которым все работы должны еще на этапе проектирования предваряться государственной историко-культурной экспертизой. Но, к сожалению, в этой части у нас законы иногда не срабатывают, и поэтому мы имеем разрушенные объекты. Спасибо большое еще раз. Дорогие участники, мы с вами встречаемся 26 октября. С 10 часов у нас будет лекция Петрова Пантелеймона Пантелеймоновича. Продолжение следует...